В общем, друзья, мы едем в соседний город за кондиционером. И будем его использовать не для того, чтобы холодить дом, а для того, чтобы его отапливать. Если вы не знаете, что это за чудо такое, кондиционер для отопления, то это видео вам точно будет интересно. Когда мы приехали в Чехию и купили дом, то в доме было водяное отопление, а вода нагревалась от котла. Котел загружался углем. И, в общем-то, это не очень дорого в Чехии. Наверное, это самый дешевый способ отопить свой дом, это иметь котел, который загружается углем. Но уголь, во-первых, это, как бы это так помягче сказать, но это, в общем, грязно. И даже если ваш котел будет какой-то современный, все равно никуда не деться. Обязательно его надо чистить, его надо загружать этим углем. В общем, несколько лет мы возились с этим угольным котлом. Он со временем уже и работать стал не очень хорошо. И, в общем, все нам это надоело. И вот однажды у меня на экскурсии были туристы, которые занимались, ну и занимаются, я надеюсь, сейчас, системами кондиционирования. Какая-то японская фирма, я не помню, как она называется, и что-то зашел у нас по дороге разговор, и они мне стали рассказывать, что современные способы отопления, они уже давным-давно ушли от угля. И рассказали мне о том, что можно использовать кондиционер в качестве отопительной системы. Ну и муж мой, естественно, уже тоже в этой теме погрузился и много чего узнал, и мы решили, что мы уйдем от угольного отопления и перейдем на электричество. Конечно, сомнения были. Во-первых, электричество в Чехии дорогое. Тут очень сложная система вообще, как посчитать стоимость этого киловатта. Я вот вам прям сходу не смогу даже сказать, что киловатт-час электроэнергии в Чехии стоит столько-то, потому что он складывается из разных цифр, но сейчас не об этом. Вернемся к нашим кондиционерам. Итак, мы нашли кондиционер, который не только холодит воздух, но также отапливает. Причем это чудо чудесное, оно еще имеет такое свойство, что потребляет кондиционер, ну, 1 киловатт, например, электроэнергии, а в качестве отопления уже выдает вам не 1 киловатт, а 3 киловатта, например. И, естественно, это уже становится очень удобно и очень-очень выгодно. Первый кондиционер, который мы купили, он был, как это называется, сплит-система. То есть он вешается на стену, с наружной стороны вешается такой большой блок, а внутри стоит уже система, которая обогревает воздух. И он у нас, надо сказать, уже несколько лет работает, и мы на него не нарадуемся, но нам необходимо дополнительно, чтобы обогревать дальнее помещение, причем он нам обогревает несколько комнат. Но для того, чтобы обогревать нам дальнее помещение, его не хватает. И вот мы решили, сейчас такое хорошее время, когда много-много скидок, и мы решили поехать и купить еще один напольный кондиционер, который тоже может отапливать помещение. И вот когда я его куплю, я вам его обязательно покажу и расскажу, как его можно приспособить для отопления вашего помещения. Ну вот такую штуку мы купили. Вот видите его технические параметры. Левый столбик – это охлаждение, он нас не интересует, а правый столбик – это как раз нагрев. И получается, что этот кондиционер, он потребляет 1,1 кВт часа за 60 минут, а выдает он тепла на 3 кВт. И, соответственно, КПД для тепловых насосов коэффициент 2,8. То есть получается, что из всех нагревательных приборов, которые сейчас доступны в качестве обогревателей, вот такие кондиционеры, они самые эффективные. Левый, покажи, как он выглядит. А вот как он сам выглядит. Мы уже сняли с него упаковку. Он достаточно большой по размерам, но... Не знаю, что вам еще в отношении сказать этого прибора. Если у вас собственный дом, если у вас дача, то это отличный способ, чтобы отапливаться зимой. Конечно, у такого мобильного кондиционера есть определенный момент. Его, когда вы подключаете, то надо трубку, которая идет как воздухосброс. Она выглядит вот таким образом. Вот вывод у такого кондиционера холодного воздуха на улицу делается с помощью такой трубки. Она растягивается, ну, не знаю, на какой там размер, наверное, на метр, может быть, больше, может быть, на два метра. Это единственная сложность подключения мобильного кондиционера. Но если у вас свой дом, если у вас дача, то у вас это не составит никакого труда это сделать. Вот такое чудо мы купили. Стоит этот кондиционер 6 990 крон, что в евро составляет 267 евро. И из всех кондиционеров, которые вот сейчас продаются в Чехии, этот был по скидке самый-самый доступный при всех его классных параметрах. Субтитры создавал DimaTorzok